Привет, ребята! Классная, солнечная погода, я всё-таки дождалась, что будет тепло. Я уже вышла на уличку, прошлась, там очень хорошо, прекрасно. Сейчас мы с детьми бежим в бассейн, они быстро покупаются. Я не буду сегодня купаться, просто посижу их подожду. И хочу домой, у меня, знаете, солнышко вышло, всё, у меня куча дел. Мне нужно шторы поменять, хочу вот эти вот тёмные снять, одеть светлые. Мы их на зиму одевали, тёмные, так как у нас вот здесь, где стоит комод. Был телевизор, и оно очень отсвечивало, и нужно было как раз удобно закрыть шторы, тогда не отсвечивало. В общем, телевизор-то сейчас стоит здесь, оно не мешает, и я хочу поменять вот эти вот шторы. Я, в общем, бегаю по всей квартире, понимаете, чтобы уединиться. Я куда не пойду, меня все везде догоняют и бегают за мной дети. Не дают мне просто записать вам видео. В общем, ещё сегодня хочу убраться в шкафах, мне нужно расслабляться. Нужно перебирать вещи, так как скоро нам уезжать. А с этой квартиры мы уже будем съезжать в конце мая. Здесь уже в июне уже новые жильцы, уже они как бы забили эту квартиру, забронили. Поэтому в конце мая мы съезжаем с этой квартиры, и нам нужно распрощаться со всеми вещами. И сейчас нужно определиться, что же мы с собой забираем, когда будем переезжать. Мы не будем с собой брать ни мебель, ничего, вот абсолютно ничего. Мы заберем одежду, конечно же, всю свою, все свои мелкие побрякушки, вот все такое. Там фены, плойки, в общем, по мелочи. Это, конечно, да, мы все заберем. Там какую-то любимую посуду я упакую, и там какие-то любимые свои вещи мелкие, Конечно, я упакую в посылки, и мы это все передадим посылками, но я же никакую мебель, ничего этого мы забирать не будем. Это все нужно сейчас понять, что мы продаем, что будем просто отдавать, что группы нужно повыставлять. Так как много прибывших, много кому тоже, что нужно, из мебели, из одежды, в общем, нужно этим заниматься. Хотелось, конечно, бы оттянуть это на подольше, на попозже, но нет, нужно уже сейчас постепенно подготавливать квартиру, чтобы в конце не делать куча-куча-куча дел. Поэтому нужно лучше это сделать постепенно. Буду по вдохновению, вдохновению, по вдохновению, по вдохновению этим заниматься. Вот, и сегодня хочу перебрать обувь, потому что у нас ее столько, я не пойму, не могу прям просто понять, откуда ее столько. Я сегодня открыла шкаф, а она уже не влазит, она вот вся вот так вот уже на друг друге стоит. Думаю, да мы же вроде бы ничего не покупали особо, а ее настолько много как-то стало, и, в общем, это все нужно перебрать. Какие-то теплые вещи, которые уже не нужны будут. В общем, понаходить, это все пофотать, выкладывать в группы, мебель определиться, может, кто из знакомых что заберет, что купит, кому же, говорю, что отдавать. В общем, ел хватает, и нужно это все грамотно делать. Еще пока мои дети собираются на бассейн, мне нужно привести в порядок мангал, чтобы мы пришли и пожарили шашлык. Боже, какой он грязный, пыльный, при том, что я не так его давно мыла. На улице очень жарко, и, в общем, вот эта штука, где стекает жир, она полностью это растаяла. В общем, хоть бы это сейчас все донести и не разлить. Я хочу и верхние полки помыть, и, в общем, и нижние. Внутри это все вышкрепсти. У меня есть минут 20. Нужно, может быть, часть успею, часть уже доделаю, когда придем с бассейна. Так, уже собралась выходить, поняла, что я не завтракала, а уже пол первого дня. Кстати, на удивление, что я даже не хотела завтрак. Вот, я себе в дорожку сделаю сейчас смузи, и по пути... Как раз и позавтракаю. Вон, авокадо сделаю с яблоко и шпината. Как раз будет сытный. Хороший такой. Надолго хватит сытости. И как раз уже потом пообедаю, когда придем домой, будем жарить мясо. Уже и пообедаю. Оскарюш, ты у нас смузи не пьешь. Ой, вы моё. Так, из шпината немного. Водички. Можно было добавить боминдальное молоко, но у меня молоко закончилось, поэтому я делаю на воде. На воде тоже очень вкусно. Мне тоже очень нравится на воде. Нашла стакан со старбакса, искала, куда налить. Нашла. Непонятно, это, наверное, родители где-то сохранили. И как раз, посмотрите, как идеально влезло. Класс. Даже мне этого хватит на пару часов как раз. Я наемся этим. Вкусное такое. Банан с яблоком прям очень сильный вкус дает. Очень вкусный. Слушайте, какой запах ёлок. Я прям уходить отсюда не хочу. Класс. Я встала в ёлочках. Дети уже пошли. А я стою. У нас столько сильный аромат. Вообще белок столько бегает. Прям повсюду. Ходили тоже им тёпленько, хорошо. Очень классный запах. Ты слышишь, как ёлочки пахнут? Класс. Ты заряжаешься энергией солнца. Ты заряжаешься энергией солнца. Наши улицу пахнут? А тырамма шлюха. П refused. В общем, не так долго я продержалась. Сейчас опять не переставила, переставила сюда комод, сюда поставила кресло с цветком, туда тоже поставила цветок. Лечу в магазин, собралась жарить уже шашлык, вспомнила, что я его уже не перчила вчера, у меня же перца нету, поэтому лечу быстренько в магазин, совершенно раздетая, как видите, в рубашке, и мне вообще не холодно, рискнула, конечно, выйти, думаю, блин, непонятно, замерзну или нет, Но нет, прям тепло. Ой, очень хорошо. Слушайте, делаю шашлык и понимаю, что я так сильно хочу картошки фрить с Макдональдса. Прям вот не могу себя успокоить и объяснить себе, что мне это не нужно, что шашлык намного вкуснее. Редко мне хочется, но прям очень хочется. Сейчас я не знаю, пойду я или все-таки поем шашлыка, нет, ну я в любом случае поем шашлыка, и может быть просто оно перебьет мое желание, мне уже не придется никуда идти, потому что, ну как бы у нас не очень далеко в Макдональдсе дома, ну минут 20 нужно пройтись. Не очень бы, если честно, хотелось. Посмотрим, если желание не покинет, нужно будет идти. Надеюсь, что сейчас это все начнет пахнуть, и я с удовольствием наемся просто шашлыка с овощами. Хочу еще кабачки пожарить на гриле, что у меня еще брокколи есть, грибочки у меня есть. Я очень люблю помидор, не знаю, кто любит помидор, у меня почему-то в семье никто не любит помидор жареный, а мне очень нравится, я его прям целиком так жарю, и потом кушаю. Мне очень вкусно, перец люблю тоже болгарский, целый пожарить, но перца у меня нету, а со стороны овощи есть, в общем. Ой, что-то не попадает. Ой, что-то не попадает. Ов Головой между решеток. Хорошо на солнышке, да, Скорюшка? Здесь, сезем, прям очень тепло. Сели с ним в углу. Прям на пол сели. И сидим, наслаждаемся солнышком. Пока еще в одном уголке на балконе есть свет. Ой, свет, солнышко. Мы сидим. Так хорошо, правда? Правда, как хорошо? И уходить даже не хочется. Так красиво подкоптились грибочки. Правда, такой цвет красивый. Уже кабачки пожарились. Половина брокколи тоже. И грибочки уже сниму, пока они еще сочные. Я люблю грибы жарить недолго. Они тогда классные, сочные такие. Очень вкусные. Я люблю грибы жарить недолго. Я зайду, глядываю. Ай! Хорошо. Я же тебе уже дала еды. Зачем ты меня кусаешь? Скорюша, это очень некрасиво с твоей стороны. Мои шорты. А-а-а! Смотрите. Скорюша. Так, дети как раз пришли с улицы. Сейчас будем ужинать уже. Да? Все очень прям вкусно пахнет. Единственное, жаль, у нас нет кетчупа. Не кетчупа, не аджики, да? Вот это вот плохо. Пробуйте давайте шашлык. Никакой. Коля придумал, как очень вкусно есть. Положить овощи и мясо в лаваш. И все вместе съесть. Да, получается просто шаурма. Как вкусно! Все такое вкусное. Хотела попробовать помидоры, но увидела. Ты в лаваше тоже хочешь попробовать, да? В лаваш завернула с куриным филе. Попробуйте. Действительно очень вкусно. Но можно любой туда шашлык положить. Люля, мне кажется, очень вкусно. Вот этот вот жареный помидор в лаваш. А перец все болгарский. Короче, это по-любому очень вкусно. Попробуйте так делать. Прям классно. Сейчас Суня тоже попробует. Я думаю, тоже очень понравится. Не прошло и получаса, как мы поели шашлык. В общем, собрались. Все равно мы с Соней идти есть картошку в Макдональдс. Коля пошел дальше гулять, а мы все-таки... Мы как раз и прогуляемся. Не так нас прям манит одна картошка, да, Соня? Или картошка? Ну, в общем, мы как раз и прогуляемся. И картошку поедим, да. Все, пойдем. Ты не будешь курточку одевать? Ну, я не буду. Точно нормально, не замерзнешь? Ну, пошли. Уже близится время к закату. У меня в кармане телефон. Близится время к закату. Красивый такой закат будет. Уже это видно. Я очень, на самом деле, люблю. Мне очень нравится именно здесь, вот в Канаде, закаты. Очень они красивые. И очень часто бывают такие красивые закаты. Ой, красота. Скоро это все... Да, часто розовые. Скоро это все позеленеет. Только включила камеру, чтобы вы послышали, как птички поют. А, вот, слышно. Сразу же дети начали шуметь. Вот, только включай. О, слышно. Где-то они как будто вот там где-то на поле. Там грудь как-то. А, вон, наверное, там, вот на деревьях. Так красиво поют птицы. Прям вообще. Я обожаю пение птиц. Мне очень нравится и утром слушать, и вечером. В общем, приятные такие пения у них. Я не буду говорить название нашей любимой картошки, потому что меня потом блочат за авторские права. Вот, поэтому. Но это безумно вкусная картошка. Раньше я ее вообще не любила и не понимала. Сейчас обожаю. Блин. Шла в Мак, говорю, я уже не хочу есть. У меня по дороге уже, видимо, догнал мой шашлык. Ну, невозможно просто не есть эту вкусную картошку. Макдональдс, конечно, в Канаде очень дешевый. Ну, прям вот очень дешевый. Здесь спокойно себе могут позволить там кушать бездомные. И как бы все, в принципе, едят Макдональдс. Иногда он не такой вкусный. Ну, как по мне, это личное, конечно, мое мнение. Как по мне, самый вкусный Макдональдс только в Украине. Потому что там есть Big Tasty. Big Tasty – это, конечно, любовь любовная, которой безумно не хватало ни в Польше. Мы ели Big Tasty только, когда ездили в Чехию, и там мы бы ели. В Польше тоже не было. В Польше такой средненький Макдональдс, как на меня тоже немножко хуже, чем в Украине. Как-то со временем привыкаешь. Изначально я когда, конечно, попробовала здесь, первый раз в Макдональдс. Говорю, блин, ну он еще, говорю, хуже, чем в Польше. Невкусный. Безумно невкусный KFC. Вообще не похожий на KFC, там, которые в Польше. Вообще не похожий. Не такое. Вот. А Мак ниже, ну привыкаешь. Я люблю в Макдональдсе только некоторые там определенные бургеры. Очень-очень редко их ем. Очень вообще редко, на самом деле, хочется как-то Мака. Блин, слушайте, нахваливать себя. Я так вкусно готовлю дома, что еда в Макдональдсе здесь, ну, как бы, совсем не взлетает. По сравнению с тем, насколько ты вкусно приготовишь дом. Но иногда хочется. Мы даже сейчас уже, если покупаем какие-то, даже вот, что они взяли картошку. Я не брала ни колу, ничего, совсем не могу уже пить напитки. Они здесь настолько сладкие. Просто прям, ну, слипается. Невозможно пить. Мне прям вообще невкусно. Вот действительно прям невкусно. Мы с мужем вообще прям их не можем пить. Мы можем там, ну, буквально пару глотков запить. И аж потом дергают еще полдня от этого. В Макдональдсах здесь не так чисто. Когда мы там привыкли, даже в той, ну, в Украине, там, в Польше, ну, как-то более-менее чище. Здесь не так чисто. Есть, конечно, некоторые Макдональдсы, вот которые возле нашего дома. Он чистый, здесь нормально. Здесь не так много и бездомных. Но если где-то в центре, то это просто ужасно. Даже, ну, ты просто заходишь, у тебя резко пропадает аппетит, и ты больше вообще не хочешь есть. Это, конечно же, мое мнение. Кому-то может казаться по-другому. Но слава богу, что здесь Макдональдсы такие, что их совсем не хочется есть. Я считаю, это только плюсом. Еще один момент, который я пронаблюдала, что в Макдональдс постоянно приходят пенсионеры завтракать. Вот когда приезжаешь утром в Макдональдс, там сидят одни пенсионеры. Вот практически 90% посетителей, полная посадка, пенсионеры. Они общаются, разговаривают и пьют много-много кофе прям такими большими ведрами. В Тим Хортенсе, конечно, та же история. Тоже очень много пенсионеров именно на завтраках. Чайок так много. Чая. Много чая. Много, да. Я, кстати, вообще вам хочу сказать, здесь чайки очень наглые, очень. Они прям, их везде, их настолько много. Не знаю, видно или нет. Их очень много. И это только часы, а так они по всему полю. Их очень всегда много везде, особенно в каком-то парке. Они всех гоняют, они гусей гоняют, белок гоняют, нагло лезут к тебе чуть ли не в руки и едят всю твою еду и очень сильно кричат. Они прям кричат на тебя, так кричат, что хочется им всё отдать. Слышишь, как птички? Слышишь? Да, 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 слышу. Если бы ещё чайка не перебивала. Чайки кричат, чайки кричат, птички кричат, детищи-то кричат. Все кричат. Это чайки, это не дети. Дети вон на площадке кричат. А, это чайки. Дети вон на площадке кричат. А вот, кстати, я вам рассказывала, как выкидывают мебель в Канаде. Вот так вот просто выносят, и вот это вот всё стоит, вот так вот прям возле своего дома вынесли. Их-то хочет, если кому-то нужно, может кто-то подойти себе взять что-то. Я пошла, помыла ванную комнату, встала и просто сама с себя начала смеяться. Я сегодня сделала всё, и перестановку в доме, и, в общем, и есть приготовила, и ванну помыла. Ну, то, что я планировала, ну, то, что я планировала, а то, что я вначале вам говорила, что мне нужно сделать разбор шкафов, начать перебирать вещи, я так и не начала. Я зато сделала перестановку на кухне, что-то там вещи попередвигала, всё перемыла, всё сделала, всё, что не планировала, сделала всё. То, что планировала, вообще даже не приступила. Но уже, наверное, не буду сегодня начинать, потому что уже начало девятого вечера, я сейчас это всё вывалю, если со шкафов, я думаю, вряд ли у меня будет столько сил закончить это всё до конца. Вот, поэтому перенесём, наверное, мы это всё на завтра. Надеюсь, завтра я не найду кучу себе дел, которые мне опять к этому не приведут. Хотя завтра же опять нужно ехать в этот парк, на завтра у меня тоже есть дела, которые я не могу перенести. В общем, посмотрим. Может, уже знаете, у меня дети уже во вторник идут в школу, может быть, когда дети пойдут в школу, я уже буду одна, и тогда, может быть, приступлю. Ну, в общем, у меня бывает такое, что ты вот это вот делаешь всё, что угодно, только не то, что нужно. Кухонька чистая, всё убрано. Это я просто не прятала, так как ещё, я думаю, муж поужинает, дочка придёт с улицы, поужинает, потом уже запрячем. В общем, всё чистое, всё убрано. Ну, как, посуда в посудомойку загружена, утром включу, потому что я так и не купила таблетки. Я в этой чистоте, в чистом доме, заканчиваю сегодня наш день, уже буду отдыхать, проводить время с детьми. Что-то посмотрим и будем ложиться отдыхать, потому что на завтра тоже есть планы, нужно выспаться. Спасибо. Спасибо.